Музыка Скорее всего, может быть, нам придется, скажем так, сворачивать свои деятельности в данном здании. Просим освободить от нахождения сотрудников МУГУК ДК Металлорг здания срок до 12.01, председательный срок. То есть до этого момента мы с вами имели различные требования, различные, ну, просьбами их назовешь, а, наверное, обращения в устной формы. И вот эти перемещения, которые мы с вами бесконечно делаем, они все, скажем так, были практически пресс-документального оборота. Вот данное теперь уведомление, оно дает нам, скажем так, письменное основание к каким-либо действиям, действия могут быть всеразличны. Надо информировать, в первую очередь, наших родителей, наших, всех, скажем так, участников художественной деятельности в истинном положении дел. Никто не нужен на заводе, нужны платные студии, все. Никто не нужен. Мне вообще обидно за культуру. Я сколько лет работаю, и всегда нас пытаются обидеть. Причем с завидной постоянностью. То зарплатами, то отношением, то пренебрежением. На протяжении, вот сейчас уже мне 52 года скоро исполнится, и я не... Трудно припомнить какую-то светлую полосу, когда относились бы с уважением, с должным уважением к той работе, которую проводят работники культуры. А это непростая работа. Крайне непростая. Очень... Работа всегда на нервах, работа всегда с людьми. И когда происходят подобные события, это обижает еще глубже, до самого сердца, до самого такого... Какого-то уже... До непонимания, почему это происходит. И я беспокоюсь как волтоостров, я беспокоюсь как работник культуры, я беспокоюсь как представитель совета этого коллектива. Коллектив меня избрал, я должен отвечать практически за каждого, за судьбу каждого, за дальнейшие свои действия. Сказать, что обидно, это мало сказать. Я вчера смотрю на ребят, ребята мои пока еще не знают, что мы должны в январе куда-то переехать. Я стою, и у меня... У меня взрослый ансамбль начал танцевать наконец-то. То есть они достигли 15-летнего своего возраста, они стали танцевать так, что у меня у самой душа поет. И я вот себе это все смотрю. Мне очень жалко. Мне очень жалко и труда ребят, и своего труда. И мне непонятно, куда мы с ними должны будем пойти. Мало того, что в коллективе у нас порядка 160 человек. Я думаю, что ни одна организация в городе просто не в состоянии принять такое количество народа. Не знаю, что мы будем делать. У нас другого выхода нет. Мы обязательно будем бороться за права наших творческих коллективов, за детей, в конце концов, наших. Они больше никому не нужны. Первое. Мы должны известить все соответствующие инстанции, которые заинтересованы по лучшему решению данного вопроса. Соответственно, послушать их мнение, их предложение по возможным выходам. Может быть, мы чего-то не видим, может быть, чего-то не поднимаем. Это не будет лишним. Ну, а дальше все-таки наш плотный, многочисленный родительный состав, он обязательно чем-то. Мне больше всего обидно за тех людей, которые здесь проработали десятками лет, которые воспитали поколениями, уже взрослых людей, которые занимались здесь, которые душу здесь отдали. Мне за них больно больше всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!